Меня зовут Бойцов Петр, я являюсь преподавателем учебного центра и я вам буду сегодня рассказывать про дипломные программы, которые у нас читаются по направлению в системное администрирование и информационную безопасность. Ну и расскажу организационные моменты, которые часто интересуют слушателей, которые планируют поучиться, повысить свою квалификацию. Ну и что по плану? Вначале, первое, мы познакомимся, я расскажу о себе, расскажу о площадке нашей учебном центре, буквально пару слов. И потихонечку переведу к тому, что буду рассказывать, как проходят дипломные программы, что в них изучается, в чем их особенности и пробежимся по тем навыкам, тем преимуществам, которые вы можете получить в рамках изучения дипломных программ. И чуть-чуть поострее заострим внимание на информационной безопасности. Извините. Да, как это выглядит. У меня рано еще вопрос задать. Ну попробуйте, да. Здесь как бы два отдельных доглавия или это все одно? У нас будет, я буду рассказывать про разные дипломные программы, одна направлена и называется сертифицированный сетевой администратор. Это одна специфика, которая нужна специалистам, которые работают с сетевой инфраструктурой, а другая информационная безопасность. Другое направление, это вообще другие курсы, другая специализация, все по-другому. Это будут два разных направления. Направлений много в нашем учебном центре, но я расскажу про те направления курсы, по которым я читаю, чтобы вы могли уже даже глубоко технические вопросы по курсам спросить, показать что-то, да, как выглядят стенды, как выглядит обучение, какие там материалы. Это тоже можно будет спросить, попросить, показать. В конце будет серия вопросов-ответов, любые вопросы, если по программе, по процессу обучения ко мне, организационная администрация здесь находится, можно спросить, уточнить, всегда помогут. Я являюсь идущим преподавателем учебного центра специалистов, много лет работаю в области IT, уже более 17. По-разному смотрел на IT-инфраструктуру и как обычный администратор, как инженер отдела системной интеграции, даже как руководитель отдела технической поддержки. Я более шести лет преподаю различные курсы и специализируюсь в двух основных направлениях. Первое направление – это системное администрирование. Это когда вы настраиваете операционную систему, теряете какие-то компоненты, опайловые сервера, что вы из сервера проводите аудит, исправляете ошибки, чтобы все заработалось. Двое инфраструктуру делаете, чтобы по сети компьютеры могли связываться, называется это системный администрирование. Я являюсь тренером компании Microsoft, тренером компании лаборатории Касперского и есть российская компания-производитель продуктов по информационной безопасности, как программных, так и аппаратных код безопасности. Я имею колоссальное количество сертификаций, только в Microsoft у меня 11 международных сертификаций по администрированию серверов, специализированных решений, и у других вендоров международных сертификаций тоже Касперского имею наивысший статус. Самое главное, что я как преподаватель и другие преподаватели, у которых вы будете учиться по направлениям, которые я вам сегодня буду представлять, они все эксперты практики, они не просто теоретики вам что-то рассказывают, они со всеми технологиями, которые вы изучаете, они на курсе, они в реальной жизни в своей практике встречаются, они их настраивали, они видели, как это выглядит в больших организациях, они их внедряли, они проводили аудиты. В том числе и я за 16 лет, более 16 лет уже в этом практиковался, и опыт свой, естественно, передавил вам для того, чтобы вы, когда закончили учение на нашем курсе, могли с вашими знаниями и навыками спокойно занимать должность хорошей организации, выполнять свои обязанности. Второе направление, которым я занимаюсь, это информационная безопасность, как мы сказали, это лаборатория Касперского курса, специализированные курсы Microsoft и от кода безопасности. Сейчас очень активно требуются специалисты по информационной безопасности, сейчас все у нас в электронном виде, если отключить интернет, отключить сеть, то компании просто не смогут функционировать. Много угроз ходят по сети, много конкурентов хотят получить доступ к вашей информации, если она для них важна, поэтому безопасность очень сильно развивается и требуется защищать ваши информационные ресурсы. Наш учебный центр является крупнейшим учебным центром даже в Европе, получали мы такие статусы, огромное количество преподавателей, более 250 преподавателей у нас, огромное количество курсов, много учебных центров, чтобы вы про это знаете. Мы сейчас будем говорить про комплекс, в котором мы находимся, комплекс радио. Комплекс радио на текущий момент времени является самым передовым в нашем учебном центре и в нем читаются самые сложные курсы, связанные с администрированием и связанные с информационной безопасностью. Здесь у нас стоит самое лучшее оборудование с точки зрения того, чтобы вы практиковались, это быстрые SSD диски, процессоры мощные, чтобы вы не испытывали проблем при практике вашей, когда вы что-то делаете, всегда два монитора у вас, чтобы вам было комфортно смотреть документацию и выполнять лабораторные работы. Это важно. В этом комплексе читаются авторизованные курсы Microsoft, огромная линейка курсов Microsoft, авторизованные курсы Cisco, курсы по информационной безопасности от разных вендоров, сетевые, интернет-технологии, управление проектами. Самые такие технически сложные, это, естественно, безопасность Cisco Microsoft. Расскажем, конечно, в нашей дипломной программе, в одной из них, для сетевого администратора, там есть линейка курсов по Cisco, роутинг, свитчинг и там будет безопасно. Ну, это важно, да, что самый технический передовой комплекс и самые технически сложные курсы, это также сказывается на том, какой уровень подготовки преподавателей, если вы попадаете в комплекс, что у вас сложный курс, и, поверьте, попадете к эксперту, на какой бы курс вы записались, из этих направлений. Здесь только самые-самые опытные эксперты, которые имеют огромную и техническую базу, и еще могут вас научить этим техническим особенностям того, то есть технологии, которые вас интересуют. Теперь мы, давайте поговорим про дипломную программу, что это такое, что это за зверь, и где можно про него что-то почитать. Если вы решили повысить свою квалификацию, можно пойти на сайт специалист.ру, и здесь сразу же на первой страничке будут дипломные программы. Дипломная программа, бывает повышение квалификации, но мы сейчас говорим про профессиональную переподготовку дипломной программы. Первое, что важно, когда вы получаете дипломную программу, вы получаете специальность, и получаете диплом государственного образца о переквалификации в ту область, которую вы выбрали. Дипломных программ много, но вы, если будете листать, можете смотреть по программированию и базам данных, по интернет-технологиям, по менеджменту, по дизайну, по сетевым технологиям. Мы будем говорить про сетевые технологии программы и про информационную безопасность. Поэтому обратите внимание, количество часов, которые вы должны прослушать по дипломным программам, большое. Это требование государственного стандарта. Чтобы получить государственный диплом о переквалификации, вы должны прослушать большое количество часов. И вот здесь вы можете посмотреть ту специальность, которая вас интересует, перейти в эту специальность и здесь внимательно читать, чему вас будут обучать, какие вы получите навыки, где вы сможете их применить, где вы сможете работать, если пойдете на дипломную программу. Дипломная программа состоит из каких-то курсов. В зависимости от дипломной программы и продолжительности курсов, они могут быть разные. Но общее количество часов, оно написано, которое вы будете обучаться. У нас очень много разных форматов обучения, и вы выбираете тот, который вам комфортнее, для того, чтобы вы лучше всего изучили материал, получили те навыки, которые вам очень пригодятся в жизни, в профессии, в поиске работы или в повышении по карьерной лестнице на существующем рабочем месте. Есть расписание дневные, днем учиться с утра до вечера, есть вечерние группы, есть группы выходного дня, есть вообще очень заочные, когда обучение очень сильно растянут. Долго занимаетесь, потом раз в неделю собираемся, 3-4 часа что-то рассказывает, дает задание, и опять все пошли домой изучать материал. Вы выбираете то, как вам удобно. И все эти курсы, которые входят в дипломную программу, они в распространении на 2 года вперед стоят, выбираете то время, когда вы можете. Подбираете, допустим, на полгода вы говорите, вот эти, эти, эти. То есть, а да не так, что вы пришли, и вот все, с сентября вы начали учиться, и вы себе выбираете, когда вам удобно. Это, допустим, по выходным вы курс слушаете, параллельно, сейчас коллеги занимаются, они параллельно слушают по вечерам, приходят там, очно занимаются. Другой у них по субботам, а в субботу курс идет. Бывает, что у разных преподавателей, бывает у одного, иногда часто прямо идут на преподавателя, говорят, вот он, мне нравится, как он преподает, мне все понятно, тогда идут преподавать. Это все вам организации, организационные моменты, как вам удобнее составить, это вам обязательно все сделают, можно потом подойти к администрации, это все уточнить. Это вот такой процесс, не то, что в один день я начал, они у нас стартуют, все, группа пошла, нет, подбираем, а списание, как вам удобно. Вы можете даже, в принципе, если у вас есть силы, возможности, даже быстрее, чем за 4 месяца. Да, то есть все дневные, если возьмете дневные, то есть, допустим, смотрите, 40 академических часов, если дневной курс вы берете, за 5 дней вы проходите. Потом по субботу себе взяли, по субботам оно идет, а в следующем деле опять, и вы очень быстро. Ну да, это возможно, это неплохо. Да, если я... Но, но, смотрите, я сейчас дойду до технической составляющей курсов. Это качество вашего восприятия, то, что вы вынесете из курса, оно, конечно, чуть-чуть пострадает. Если вы подряд будете учиться, это очень тяжело. Тут надо понимать, что у нас обучение, у нас повышение квалификации. Это не обучение, как в институтах. У нас за курс проходит столько материала, сколько в университетах проходит за полгода, а за 5 дней. Поэтому надо понимать вот этот аспект. Но, пожалуйста, если есть желание, если есть возможность, пожалуйста. В конце дипломной программы вы сдаете экзамен. Есть даты, они назначаются. Значу экзамена, вот те, кто проходил дипломную программу, они сдают. Это в виде тестируя не всегда происходит по дипломным программам. Ну, еще, чтобы ее завершить, по каждому курсу вам преподаватель должен поставить аттестацию, чтобы вы ходили на занятия, чтобы вы выполняли портольные работы, так и отвечали на вопросы. Он ставит аттестацию. С этим обычно проблем нет, если вы ходите и выполняете задания, которые говорит вам преподаватель. Вот такая идея в целом подхода по дипломной программам. Опять же, кто-то говорит, ну, я хочу повысить квалификацию, но меня интересует, допустим, только курс подсыска. Вы можете пойти на отдельный курс, поучиться. Но вам в конце нет дипломов переквалификации. Как я считаю, что самое главное по тем дипломным программам, которые я буду вам рассказывать, и как я вижу, как преподаватель. Самым, наверное, важным аспектом в любом обучении является преподаватель. Какой бы хорошей ни была программа, как бы хорошо ни было сделано там стенды лабораторной работы, то преподаватель может там все портить, плохо рассказывать, не знать материал, он может знать теорию, но на практике не умеет то или не применять. Мы говорим, что мы готовим специалиста, который может работать, который вышел с курса, пошел на рабочее место и спокойно выполняет все задачи. А поэтому важен преподаватель. Как я сказал, в нашем центре, на площадке радио, все имеют международную сертификацию, все имеют опыт работы с тем, чем изучить, что они вам преподают. У нас нет такого, что кто-то преподает экченч, но никогда его не внедрял, не проводил аудит, не модернизировал в реальной организации, в средней, в большой, он всегда имеет этот опыт и он этот опыт вам передает. Это первое. И еще второе, то что преподаватель, одно дело он умеет конфигурировать, он это видел, он должен еще уметь преподнести это слушателям. У нас на площадке самый лучший преподаватель, мировые эксперты подтверждаются их сертификациями, статьями, выступлениями на международных конференциях. У них все это есть, всегда можно посмотреть, зайти на сайт, вы видите эти сертификаты как у эксперта-преподавателя. Второе важное, это то, по каким вы будете программам и материалам заниматься. Все дипломные программы по администрированию, по сетевой инфраструктуре, по безопасности, они состоят из официальных курсов мировых вендоров. Это очень важно. То есть, мы будем говорить про сетевого администратора. В эту программу входят курсы от Microsoft. Эти курсы готовят эксперты Microsoft мирового уровня. Там они на английском языке, естественно материалы, лабораторные на английском языке, потому что есть требование, что хороший администратор, он обязан знать английский язык. С точки зрения того, что он может инструкцию прочитать, они готовятся экспертами с точки зрения современных реалий, они постоянно обновляются материалы, обновляются стенды, очень много лабораторных работ, чтобы вы уже пришли на работе и увидели эти сервисы, умели их настраивать, чинить, что-то с ними делать, мониторить и так далее. То есть, вот это Microsoft, плюс Cisco, плюс Касперский. Все дипломные программы состоят из официальных курсов мировых вендоров. Помимо этого, вы в конце каждого курса будете получать диплом, сертификат правильно называется, от вендора, что вы закончили курс, и этот сертификат дает вам статус международного специалиста по этой технологии, которую вы в курсе Microsoft изучали. Здесь у вас на дипломной программе, у вас будет курс от Microsoft, от Каспета, сертификат от Microsoft, от Касперского, от Cisco, зависимости от дипломной программы. И вот этот сертификат, он даст вам возможность и преимущество быть конкурентным на рабочем месте и легко найти хорошую работу, более высокоплачивую. Потому что хорошую работу вы не найдете, если вас не пригласят на собеседование, если у вас не будет сертификата от Microsoft, а вы хотите быть администратором Microsoft. А на этих курсах вы изучаете. Естественно, вот эти материалы, они готовятся с реальными задачами, с тем, с чем вы будете сталкиваться на работе. Навыки курса очень хорошие, плюс хороший преподаватель вам так это расскажет, что не будет вам цели. Ну и естественно, навыки и знания. Хороший преподаватель всегда расскажет больше, чем есть в программе курса, упираясь на свой опыт и вам покажет. И дает вам те навыки и знания, чтобы у вас вообще не возникало никаких сложностей, даже при возникновении каких-то реальных проблем с безопасностью, если вы изучаете безопасность или при внедрении какой-то сервис. Ну и первая программа, это программа сертифицированный сетевой администратор. Таких программ, их есть несколько. Одна из них, допустим, CCNA, это ЦИСКО. Часть, плюс безопасность. Есть такая программа. Здесь изучается сетевая инфраструктура. Вообще в IT, все, что вы видите в вашей организации, связанное с компьютерами, технологиями, можно поделить на три части. Первая часть, это сетевая инфраструктура. Сетевая инфраструктура относится к провода, оборудованию сетевое. Это адресация, маршрутизация. Это выдача этих адресов DHCP. И это еще разрешение имен. Это сетевая инфраструктура. Все, что с этим связано, без нее ничего другого работать не будет. Она очень важна, она первична. А вторая часть IT-инфраструктуры, это идентификация доступа. Инфраструктура, идентификация доступа. То есть сетевая инфраструктура, а сетевая инфраструктура, идентификация доступа. Это когда вы логин-пароль вводите, и где-то вас кто-то проверяет. Можно делать разделенный доступ к ресурсам, кому-то можно, кому-то нельзя. Это вот относится к части идентификации доступа. Тоже отдельное направление, отдельно изучается. Есть третья инфраструктура, это инфраструктура приложений. Это когда вы веб-сервер настраиваете, конфигурируете. Это когда вы настраиваете почтовый сервер. То есть это те приложения, это серверные, к которым подключается уже конечный потребитель вашего языка. И вот мы по-разному разных специалистов можем готовить. Вот это непосредственно сертификация для того, чтобы подготовить специалистов по сетевой инфраструктуре на ЦИСКО направлении. Исключительно на ЦИСКО направлении. Там все курсы идут от ЦИСКО. И там маршрутизация отдельно на их оборудовании, коммутация, свитчинг. И безопасность тоже от ЦИСКО. Поэтому вот здесь безопасность, здесь основной упор на администрирование ЦИСКО. Как настроить, как филиалы, офисы, как в локальной сети это все сделать, на их оборудовании. Транспортная сеть. А? Транспортная сеть. Ну да. Можно себе гардировать, как транспортную сеть. И еще дополнительный курс по безопасности всего этого тоже отсутствует. Здесь безопасность один курс. Так вот мы научились настраивать теперь, у нас все заработало, да? Все передается, все хорошо. Даже если вдруг что-то выходит из строя, у нас есть резервные каналы связи, научились настраивать. Ну а теперь давайте еще чуть-чуть про безопасность, немножко про безопасность. Есть курсы наоборот. Давайте программу будем изучать в основном 200 часов безопасность, а 50 часов просто администрировать. Но чтобы туда идти, надо все-таки знать администрирование. Там еще должны быть какие-то предварительные навыки. Есть, можно перейти по ссылочке, программы, похожая дипломная программа, но она больше про администрирование Windows систем. Сетевые технологии, сертифицированный администратор системный Windows плюс CCNA плюс ЦСКА. То есть вас научат администрировать Windows системы как самую распространенную систему, как устанавливать сервера, какие там есть механизмы, сервисы, как им управлять, как решать проблемы, как сделать. То есть файловый сервер на Windows и также сюда будут входить программы по сетевой инфраструктуре на ЦСКА. Тоже очень хороший вариант. Здесь будут у вас и дипломы, сертификаты от Microsoft и от ЦСКА. И там и там вы сможете работать. Здесь установка, хранение вычисления, идентификация доступа, как в Windows сеть работает, удаленный доступ VPN. Здесь на Windows реализуются, чтобы вы уже могли даже среднюю большую сеточку себе администрировать с точки зрения основных сервисов. То есть здесь нет специализации, допустим, отчетовую систему SQL базы данных, но без знаний вот этих дальше вас никто не возьмет в администрирование, в чем-то, 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 чем-то. Теоретическую базу подогнать, а потом вы идете на ЦСКА, у вас учат маршрутизации и коммутации на их оборудование, чтобы вы могли в несколько филиалов, в несколько этажей в организации настроить, конфигурировать. А потом у вас учат на существующую систему инфраструктуру устанавливать, конфигурировать Windows сервера, как это работает, как клиенты управляются, даже если там их тысяча, централизованно будем управлять со стороны сервера. Такая программа. И вторая часть – это информационная безопасность. Сетифицированный специалист по информационной безопасности. Тоже есть несколько курсов, скажу про основную из них, про основную дипломную программу по курсу. Перед тем, как говорить, здесь можно красиво почитать, что каждый разведчик знает, что первоопределяющий из навыков обеспечения безопасности. И важно не добыть информацию, а гарантировать ее защиту. И в рамках этой программы упор строится на том, что мы учимся гарантировать сохранность данных для нашей организации, которая несет ценности. Если мы ее потеряем, то организация несет огромные финансовые и репутационные потери. Здесь мы учимся познакомиться с международными стандартами по безопасности, учимся планировать, настраивать и обеспечить требуемый уровень безопасности. Вообще на безопасность можно по-разному смотреть. Это очень непростое направление. Очень непростое. К сожалению, современные реалии, они таковы, что нет полного понимания у руководства, у организации, как необходимо смотреть на информационную безопасность. Обычно в организациях, практика показывает, смотрят сквозь пальцы. Давайте на таких примерах попробуем себе подумать, что вот есть кто? Начальник. Начальник дает всем указания. И начальник, он как думает, вот у него есть информационная система, много данных хранится. Информационная система позволяет обеспечить рабочие места сотрудникам, автоматизировать бизнес-процессы, чтобы сотрудники могли приносить прибыль. И вот он себе думает, начальника, что будет, если вдруг произойдет инцидент безопасности и что-то испортится. Будет плохо, мы не сможем получать прибыль, мы понесем убытки. И он себе думает, надо бы как-то сделать, чтобы было побезопаснее. Очень много угроз, про это говорить, наверное, не стоит, шифровальщики всякие, вирусы, доз-атаки и так далее, и так далее. Что это серьезно может. И в обычных организациях вот этот начальник, он что думает, о, у него есть айтишник, специалист, говорит, ну-ка давай, айти-специалист, вот ты тут умный, тебе зарплату большую платил. И дает ему задачу, сделай, пожалуйста, ты же тут компьютеры настраиваешь, мышки подключаешь, Windows ставишь, сделай так, чтобы было побезопаснее. Это обычно так происходит. А айтишник себе думает, ну-ка, я же умею настраивать все, я имею представление по безопасности базовое, сейчас я поставлю антивирус всем, и мы будем защищены. Вот так они все думают и все спокойно живут. Потом оказывается, что все равно что-то пропало, компьютеры заразились, активы потерялись, потому что этой меры недостаточно информационная безопасность, это сложный комплексный механизм, который не может быть установкой какой-то галочки в настройках и установки там одной программы. Это всегда комплекс мер, который начинается далеко не с компьютера, а с технологии, а с людей начинается. Поэтому правильный подход к информационной безопасности, он вот такой, что если этот начальник, он толковый, он как сделает? Он соберет целую команду, он позовет начальников отделов, допустим, будет отдел бухгалтерия, отдел будет какие-нибудь продавцы. Ну и так далее, много отделов будет. Он так соберет совещание, соберет всех начальников. Важно, он соберет начальника IT-подразделения, начальника IT, если он там есть, или его функции, если компания небольшая, выполняет администратор. Он их всех соберет и говорит, я сильно переживаю, надо обеспечить безопасность. Собираем группу из вас и будем реализовать проект по информационной безопасности. И не начальник и IT-шник, а всех руководителей. И дальше они вместе договорятся, выделят ответственных людей, которые будут отвечать за проект по информационной безопасности. Может быть не начальник, он там заместителю делегирует эту задачу, но кто-то будет обязательно ответственный. Дальше первым шагом в реализации проекта информационной безопасности идет шаг инвентаризации активов. Инвентаризация активов, когда вместе все эти люди, они будут смотреть, что у них есть за бизнес-процессы. И на этот бизнес-процесс все смотрят по-разному. Допустим, начальник отдела продавцов, он как смотрит? Вот у меня утром пришли сотрудники, сели за компьютер, он загрузился. Они открыли почту, они получили там письма от клиентов, они им отвечают, что-то продают. А еще у них есть сервер, куда они подключаются и там у них есть прайс. Они на него смотрят, отсылают письма клиентам и по телефону звонят. Вот для отдела продавцов есть какая важная часть. Что вот он чувствует, начальник, что важны компьютеры клиентов. Что важен почтовый сервер, нарисуем, что они как бы подключаются к почтовому серверу. При этом он технически не знает, как это работает. Важен еще один сервер, где будут их файлы. Папочку нарисуем. И что мы еще сказали? А, телефон важен. Ну, тут не важно, мы им мобильные телефоны дадим. Не будет у нас своей телефонной станции, не надо. Мы им мобильный телефон дадим, вот у всех мобильный телефон. Вот это видение начальника, согласны? Вот он для себя видит такую важность активов. И их бизнес-процесс для них вот такой. Я на сервере подключился, сюда подключился, клиентам позвонил, все продал. Потом позвонил на склад, отгрузили, отправили, все. А для бухгалтерии другое. У них их компьютеры, у них банк-клиент, у них доступ к какому-нибудь другому серверу. У них свои активы, свою систему рисуют. У склада другие активы. Это смотрит начальник. А айтишник, он как смотрит? Он смотрит на этот компьютер и думает, что ты мне тут нарисовал? Все не так. Все совершенно не так. Все по-другому. Что когда он заходит на компьютер, у него происходит какой процесс? Надо логин-пароль ввести. Когда логин-пароль вводится, логин-пароль, он проверяется совсем на другом сервере. Что есть сервер, там хранятся логины-пароли. И запрос, оказывается, не сразу на этот сервер идет, а этот компьютер, он не знает, где этот сервер в сети. Этот запрос пойдет на другой сервер, который сервер DNS называется. Сервер разрешения имен. Там другая база данных, где хранятся имена и адреса компьютера. Он придет сюда, получит ответ. Запрос пойдет на сервер, где логин и пароли. Там это все проверится. И только после этого он зайдет в систему и пойдет на почтовый сервер. А почтовый сервер, он не один, их там много. Вот так видит айтишник вопросы информационной безопасности. Даже не просто инвентаризация активов, он видит так процессы. И вот они себе вместе нарисовали эту схему. И теперь думают, хорошо, мы проинвентаризировали активы, нарисовали вот эти потоки данных, нарисовали элементы, которые на них зависят. Это еще сетевую инфраструктуру, провода можно нарисовать себе, сетевое оборудование, свечи, маршрутизаторы. Вот есть проинвентаризированные активы, которые важны для нашего бизнеса. Теперь, следующим шагом реализации информационной безопасности, вторым, является инвентаризация угроз. Я могу вам сохранить этот рисунок, ваш набор, да, выграфирует, хорошо. Инвентаризация угроз, это что такое угроза? Это все плохое, что может случиться с активом, и, соответственно, мы какие-то потеряем деньги, компания будет нести убытки. Здесь тоже все очень сложно. Потому что кто-то должен чувствовать, на какой актив, на это взаимодействие, какая угроза может влиять. Допустим, вот актив, почта, когда клиент подключается. Что может? Вирусы, недоступность сети. Оказывается, проблема информационной безопасности, она шире, чем мы думаем, что это какие-то реальные хакеры, это какие-то вирусы. Это может быть еще и техногенные катастрофы, допустим, затопило помещение, все, данные потерялись. То есть угроза, все плохое, да, затопило, пожар, это тоже угроза информационной безопасности. Данные для начальника, ему все равно, что произошло. Для данных деньги потеряли, все плохо. Окей, посмотрели на угрозы, все пункты проверили, поняли, что может повлиять на этот актив, на этот, на этот, на этот. Замечательно записали. А дальше начинается третий шаг информационной безопасности. Это оценка рисков и управление рисками. Третий – это управление рисками, а четвертый – уже оценка рисков. Управление рисками – это когда я увидел угрозы, а риск – это вероятность возникновения угроз. Тут я должен как-то себе посчитать. Допустим, есть угроза, что пожар будет. Какая вероятность возникновения пожара в нашем бизнес-центре? Как часто горит? Давай статистику смотреть. Давай. Каждый год горит бизнес-центр. Плохо. Давайте будем с этой угрозой бороться. Давайте поставим двери противопожарной системы, тушение будем ставить, будем тратить деньги. Как-то бороться с этим, иммунизировать этот риск. Или смотрим – нет, не было пожаров с 1812 года. Тогда все хорошо, вероятность возникновения этой угрозы маленькая. И вот здесь же, когда идет управление рисками, я на них смотрю, сюда же относится оценка – качественное количество. И только после этого мы можем говорить о том, что мы можем принять правильное решение о том, что мы будем ставить. Антивирус будем ставить. Будем систему противопожаротушения ставить. Будем еще что-то делать, чтобы минимизировать риск на наши активы. А так, как мы вначале сказали, пришел начальник и говорит – вот, айтишник, поставь антивирус, будет безопасно. Так неправильно. Но так делают в организациях, и это плохо. Поэтому организация считает антивирус, ищет. На это надо время, деньги, надо люди. И надо очень хорошее понимание. И вот здесь, когда вы вот это увидели, когда вы чуть-чуть над этим задумались, вы можете себе понять, что за безопасность могут отвечать по-разному и разные люди. С одной стороны, это начальник, он что? Он знает, что есть такие угрозы, что может быть пожар, что может быть вирус, сеть может выйти из строя, с одной стороны, да? А с другой стороны, он не знает, как реально работают сервера, как там внутри данные хранятся, как они передаются, что может повлиять на то, что у меня не получится получить доступ к данным. Это знает айтишник. Это технический специалист, который внутри разбирается. И они как-то вместе должны подружиться. А еще, может быть, нужен человек, который не просто знает, как это технически происходит. Передача данных, проверка подлинности, шифрование при передаче пароля. А он еще должен знать, как защитить этот процесс, чтобы было более безопасно. То есть есть технический специалист в информационной безопасности, а есть аналитик. И вот поэтому есть разные программы по информационной безопасности, которые учат руководителей. Это одни программы, которые инвентаризируют, управляют рисками. И говорят, вижу, вижу риск, здесь может быть угроза. Будут атаковать серверы. И он дает что? Он его оценивает и дает задачу техническим специалистам. Сделайте так, чтобы теперь эту угрозу минимизировать, внедряйте какое-то средство защиты. Они выбирают, анализируют. Вот, все, внедряем средство шифрования. Передача данных по сети, чтобы сюда угроза нет. Мы внедряем средство обнаружения вторжений. Но он не знает, как внедряется, как настраивается, как внутри проходит атака. Но он знает, что есть угроза. Он ее проинвентаризировал и дал задачу специалисту. Или нанял каких-то сторонних экспертов, а не внедрил. А есть вот этот человек, другой безопасный, который знает, как внутри работает, как работают хакерские инструменты, как пишутся вирусы. И знает, как реально от них защищаться, какое средство может быть внедрено, чтобы не зашифровались диски, данные не спортились. Вот эта программа, сертифицированная специалист по информационной безопасности, эта сложная программа, она учит, с моей точки зрения, самого высококвалифицированного эксперта по информационной безопасности, который знает, как проходит атака, какие они бывают, как они реализуются. И, естественно, понимая это, он действительно может защититься и настроить вашу систему так, чтобы его не было. В том числе, вплоть до того, что он может оследовать хакерские инциденты, когда вас взломали, он может собирать данные и понимать, как это происходило, сбой, понять, откуда это. Вот такая программа. Она учит самого высококвалифицированного специалиста по информационной безопасности. Я рассматриваю цену, она самая дорогая. Самая дорогая, сейчас поймете, почему. Да, я хотел узнать. Потому что, смотрите, вот в ней 9 курсов в этой программе. Она действительно дороже других. Вначале идет первый курс, он небольшой, он коротенький, построение информационной безопасности на основе ИСО. Это вот то, что я вам сейчас нарисовал, схему. Давайте будем управлять рисками, давайте будем инвентаризировать угрозы. Там рассматривают международные стандарты информационной безопасности, где правильно учат вот этому процессу. Понимают, что есть угрозы, что их надо инвентаризировать. А как этим делать? Окей. Он знает, как этот процесс выглядит. Он коротенький курс, там, 1-2 дня, там, 8-16 месяцев. Он очень коротенький, но чтобы была теоретическая база, понимать подход правильный к информационной безопасности. Ну, международный стандарт надо знать, иногда нужна сертификация организации по этому стандарту. Дальше идет курс уже тактическая периметровая защита предприятия. Там уже изучают угрозы, изучают механизмы настройки операционных систем. При этом он и там под Linux, и под Windows, и под Cisco, под сетевое оборудование. Такие общие подходы, что есть такие, такие, такие объекты в ваших системах, что на них есть такие, такие угрозы. Их можно вот так-то, так-то защищать. Уже это технический курс, и там и Linux уже подстраивают, и Windows, но так неуглубленно. Бывает так, что один курс, он может сходить в несколько дипломных программ. Дальше начинается вот такой курс, называется «Этичный хакинг». На этом курсе реально готовят хакеров. Там изучаются средства взлома системы, как проходит пошагово по этап на процесс подготовки атаки. процесс взлома Windows-системы, процесс взлома аутентификации, процесс взлома веб-серверов. И вот эти курсы по этичному хакингу, их готовит очень серьезный университет американский. Их книгам учат специалистов, которые работают в Пентагоне. И книга стоит столько денег, что курс получается, сама книга стоит более 20 тысяч. То есть там материалы вот эти, они очень дорогие, но они настолько продуманы, они настолько дают четкое понимание того, что вот первый, второй, третий, четвертый, пятый шаг, они выполняются при взломах систем. Сбор данных, футпринтинг, сканирование и так далее. И там вам дают огромное количество инструментов, там даже документ специальный подписываете на этом курсе, о том, что вы никогда нигде не будете использовать эти инструменты, потому что если вас с ними поймают, вы будете атаковать другую, все, вы нарушили закон, вас в тюрьму посадят. Не американцы, вас и у нас посадят в тюрьму. Там более 20 гигабайт хакерских утилизмов дают. Чтобы вы, но тут он называется этичный хакер, понимание. То есть это делается для того, чтобы вы знали, как другие злоумышленники, какими техниками, какими инструментами будут ваши информационные ресурсы атаковать. Поэтому этот курс и стоит таких денег, и эта программа стоит таких денег, потому что сам вендор за свои материалы, за то, что он даст вам бумажку, что вы закончили этот курс, что вас с этой бумажкой сразу же могут взять на очень хорошую работу. И, допустим, в банковскую систему, как безопасный, который расследует хакерские инциденты, расследует уже. Там тоже у них есть курсы по расследованию, и это обязательное требование. Вы должны эти курсы пройти, чтобы расследовать, должны знать, как происходит атаку. Вам он обязательно нужен. Поэтому они очень дорогие. Ну и также, опять же, курсы Microsoft, их материалы, их стенды, их ломатурные работы, они тоже стоят денег. Мы их должны отдать. Потом защита веб-сайтов от взломов. Тоже известный вендор, там у вас под тем технологии используются, тоже сюда входят. Потом курс СЭХ, этичный хакинг и тестирование на проникновение. Это второй уровень после этичного хакинга. То есть, здесь уже, смотрите, да, вас учат, как не просто обрабатывать, как это все проходит, а как тестировать организацию. Вот идея какая. Вот начальник, он сказал своим айтишникам, проинтеризировал угрозы, все защитил, купил кучу средств защиты, но не спит ночью. Вдруг все равно придут хакеры, все равно поломают. Где-то недосмотрели мои айтишники. Не спит, все, надо что-то делать. Он, как говорит, он идет в специальную контору и говорит, давайте так, давайте вы протестируйте меня проникновение. Это самый высший уровень проверки безопасности. То есть, там берутся эксперты, они говорят, ладно, давай договоримся, подпишем документы, что мы можем тебя тестировать. И берут все хакерские инструменты, все свои знания, все свои техники и реально делают атаку на... То есть, этичный хакер умеет это делать. А тут он уже получил разрешение, что может получить все свои навыки и знания и будет реально взламывать организацию. Потом предоставляет отчет. Мы используем такие техники, такие атаки, такие эксплойты. Это, 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 это. И получил доступ ко всем твоим данным. Все, что там настраивалось, все ерунда. И дают рекомендации, как надо перенастроить систему, что сделать для того, чтобы после их тестирования другие не могли поломать. А как называется? ЕСИКОТСИЛКО. Которые проводят эти... Нет, ну это сертификаты, организация, не знаю, много организаций, которые могут проводить вам. У нас это частные организации. Они сертификаты получили, и они могут проводить. Это обычно интеграторы крупные, у них есть хорошие эксперты, можно обращаться к этим интеграторам. Делайте такое, да. Ну можно набрать в гугле, тестировать интегратор, напишем, ну вот эти, 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 эти делаем. Их не так много, да, потому что это очень сложная наука, но она есть. И такое тестирование, оно очень дорого стоит, нужны эксперты высокого уровня, ну и знания науки. А на этом курсе учат. Там даже есть такая лабораторная работа, в конце дня приходит преподаватель, он научил всему, это последний день обучения, он всех всему научил, преподаватель. А там учат как? Когда мы тестируем на проникновение, есть 7 этапов, допустим, взлома системы. И на каждом этапе вы можете вот это, это, это делать с помощью вот таких, 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 таких. И там вот 20 гигабайт инструментов они делают. Там прям пошагово, там по 70 пунктов по каждому этапу. И вот они их изучают, смотрят как работают. И в следующем курсе он говорит, в последнем переходе, говорит, давайте так, есть секретная лаборатория. Секретная лаборатория называется так-то. Там разрабатывается секретный проект. И называют только название секретного проекта. И все вот эти слушатели, их задача в течение дня найти, где находится эта секретная лаборатория, получить доступ к этой секретной лаборатории, а специально разворачивается эта секретная лаборатория где-то. И они с использованием всех своих навыков, всех инструментов, пытаются вообще найти, где она в принципе находится, и получить доступ к этой системе. А там всякие веб-сервера, и почтовые сервера в этой лаборатории. И вот они получают доступ. Всегда по-разному получается. Кто-то там через одну систему поломает. Там, естественно, есть, когда они уже находят, есть какие-то элементы, которые неправильно настроены, или, может быть, какие-то слабые пароли, или не пропатчены, что можно там ее атаковать с этими хакешными техниками. Поэтому это самое углубленное, и нужны технические знания в плане устреживания и поздно проводить и знанировать протоколы. И поэтому он такой дорогой курс. Потому что очень хорошие материалы. Ну и таких специалистов, их раз, два, три... Я почему-то их не... А здесь не изучают ЦИСКО? Здесь не изучают ЦИСКО. В этом ЦИСКО. Нет, там была другая программа по безопасности, там, где была чисто ЦИСКО. Там администрирование ЦИСКО и безопасность. Я показываю. А это другая программа. Это сетевой администратор плюс безопасность. То есть, это сетевой администратор. Потом отдельный курс по практикуму. Там настолько много лабораторных работ и настолько много инструментов, что отдельно выносится много времени для того, чтобы все посмотреть, все техники пощупать, проверить, как они работают, как это будет. Атака и защита веб-сайтов. Отдельный курс. Потому что это очень распространенный сервис. Частые катакоммы. Частые. У себя держат. Надо как-то вещаться. И под конец два курса, которые изучают средства защиты. от лаборатории Каспирска. Они небольшие. Этот курс всего лишь трехдневный. Это средства мониторинга, средства самоинтивирусной защиты, защита текст-пойтов. Уже учимся устанавливать, конфигурировать, настраивать. И защита виртуальной инфраструктуры, виртуальной среды. Виртуализация у всех есть. Ее сейчас нужно защищать. еще два таких курса добавляем. Вот то, что касается этих двух направлений. Понятно, почему именно этот курс подаложе будет стоить. Но это самый технически сложный курс. Сразу говорю, что если у вас нет опыта администрирования, либо Windows, либо Linux, то очень тяжело. Просто вы сможете сделать плаваторное, вы изучите материал, но у вас не будет глубокого понимания, как внутри работать. Ну, в итоге, что важно, если вы хотите учиться, выбрать дипломные программы, что вы после наших курсов у экспертов получаете навыки знания, очень много практики всегда у вас на курсе вы выполняете самостоятельно. Для того, чтобы вы после получения диплома пришли на рабочее место, пришли в банк и могли администрироваться в банке системы. Вам не нужно еще самостоятельно учиться и наши вертификаты от вендоров плюс диплом по дипломам подтверждают, что они у вас есть, ими пользоваться и работать. Или если вы уже работаете, то вы продвигаетесь по карьерной лестнице и говорите нет, давай мне зарплату побольше, я теперь эксперт, не хочешь, смотри, конкуренты хотят меня забрать к себе, большую зарплату платить, и надо тоже с тебя как-то ценить на рынке труда. Очень важно то, что на любой из этих программ курса, в принципе, на радио, если у вас обучение по IT-направлению, это всегда будет эксперт-преподаватель, который работал с этим продуктом на практике, который внедрял, который модернизил систему, который вам передаст свой опыт и который умеет это делать, передать вам свои знания. Статусы международные сертификаты и знания вы получаете от ведущих вендоров ЦИСКО, Касперский, Microsoft, и СИКОНСИКО. По всем программам, что я вам говорил, и по другим, то вы получаете от них еще сертификаты. И с этими сертификатами по окончании курса, если вдруг раздухоритесь, есть еще официальный экзамен от этих вендоров, они, правда, денег стоят, если вы их получите, можно с ними работать. А если вы идете на хакинг, там вам дают бесплатные попытки сдачи этих экзаменов по хакингам. То есть это входит в стоимость курса. Говорили мы про удобный формат обучения, выбираете, когда можете днем, вечером, на выходных строить себе расписание по этим курсам, диплом. Не то, что 1 сентября начали, а под Новый год закончили, все. Как вам удобно, вы работаете, можете повышать квалификацию по вечерам, обучить растянуто. Как вы сможете выделить время, вам подберут и списать. Очень хорошее оборудование, практическая направленность нашего обучения, чтобы вы максимально быстро выполняли лабораторную работу. Можете посмотреть, компьютеры, везде SSD-диски стоят, 5-6 виртуалок работают, пару секунд и они все разжигают. Раньше такого не было счастья, когда были обычные диски, ждали по 20 минут, пока все загрузится, все тормозило, и, соответственно, материалы проходили намного меньше по сравнению с престижные документы обманщения, ну и вы будете соответствовать программам всех наших стандартов и даже международных стандартов по квалификации проекта. Вот такие основные аспекты я хотел вам рассказать. Вот так выглядят сертификаты, которые вы получаете от вендоров и удостоверение, свидетельство и еще 10 поместился в диплом повышения квалификации или от переквалификации. Так он называется переквалификация. Какие вопросы? Вопросы можно задавать мне любые. Петр, покажите мне, как выглядят лабораторные работы, какие материалы, как проходят. Я отлично читаю некоторые из этих курсов, допустим, по безопасности, по администрированию, не все, а у нас преподаватели. Но нельзя быть экспертом во всех этих направлениях. То есть не может один человек все эти курсы читать.